Добрый вечер, дорогие телезрители. Пятница 20.40 и в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Я хотел бы вспомнить прошлогоднюю историю своего коллеги Руслана Очерова, который ведет замечательный автоканал продвижения, но в рамках было такое мероприятие «Битва блогеров» он стал замечательным специалистом именно по фекальному вопросу. Он отслеживал незаконные сливы коммунальных машин, которые то там, то сям в обход всяких правил, в обход всяких требований хозяйствующих субъектов осуществлялись. И в марте-апреле опять же вот этот, извиняюсь, дурно пахнущий вопрос стал достаточно остро. Дело в том, что уже в районе Табаги были обнаружены общественниками сначала разлив фекалий на протоке, на двух протоках получается, да, коллеги сейчас расскажут более подробно. И те же общественники с нашими коллегами, в частности с Олегом Желниным, ездили опять же в район Табаги, обнаружили там, но ни для кого не секрет, что те фекальщики, которые ездят с района Покровского тракта, имеют, скажем так, незаконную точку слива в районе между Хатасами и Табагой. Вернее, ну в данном случае получается над Табагой. И пусть, еще раз говорю, вопрос слегка дурно пахнет, но об этом говорить надо. Очень жаль, что к нам не присоединились представители управления Роспотребнадзора, хотя очень настойчиво мы их просили. Но, опять же, ладно, один из нас сегодня попробует покопаться в этом вопросе, который на самом деле очень жизненно важный. Поскольку, ну, опять весна, опять остро вставит вопрос качества и поставляемой водоканалом воды, и воды, которая, скажем так, попадает в сети города. Если, извиняюсь, там будут плавать определенные субстанции, то о каком качестве будет идти речь? Вообще, издавна, я вот апеллирую к представителям старшего поколения, к частности, Любовь Даниловне, издавна говорили, пока будет существовать Табага, и пока будет развиваться Табага, в Якутске качественной питьевой воды не будет. Николай Васильевич, ну, давайте вообще попробуем в этом разобраться. Так ли виновата Табага? В том, что город сегодня под угрозой нельзя сказать, мы же ввели в этом году, ну, в октябре, ноябре новые водозаборные сооружения и водопроводные очистные сооружения. Ну, она очищает на сегодняшний день, хотя в неполном объеме сейчас нагружено, поскольку паводок еще не наступил, самая грязная-то вода будет во время паводка. А вот этот налить, значит, то, что сейчас образовался в Табаге, она свой негатив еще, как бы, в реку еще не влил. Вот. А летнее время, вот, если будут такие же разливы продолжаться, когда река вскрыта и так далее, когда вот эти протоки будут протечные, конечно, в первую очередь пострадает Хатасы, пригород. Значит, в районе дамбы, городской дамбы у нас пляж, вот этот загрязнистый пляж, вот, потом только вот этот водозаборное сооружение попадет, но река у нас, благодаря, значит, своей мощи, он вот этот объем не даст почувствовать, он сильно разбавленный будет. Поэтому, если сразу сказать, что вот горожане пострадают, я бы, ну, воздержался. Воздержался. А вообще, вот, новые сооружения, которые, ну, очень ударно в прошлом году были запущены в строй, они справятся вот с таким объемом? Мощности их хватит на то, чтобы определенный запас есть, да? Есть, конечно. Конечно, есть. Имеется в виду, вы степеночистки, вы имеете в виду, видимо. Ну, и степень очистки, она исправится, значит, и обеззараживающие установки есть, и сама технология очистки заложена так, чтобы даже паводка и воду будем мы очищать и допить его качество. Поэтому опасаться, что горожане, чтобы вот грязная вода из-за табаги не стоит. Но вот этот хатасы, пригород и в летнее время пляж, вот, буду страдать. Николай Васильевич, ну, Кирилл Ильинич, подключайтесь тоже. В целом, вообще, чем чреватым? У меня кошмарные такие картины, типа холера там в городе, все прочее. Ну, надо сказать, что это не первый случай, да? Загрязнение реки Лен из колонии. Данные ситуации фиксируются на протяжении уже нескольких лет. Данный факт сброса именно с точных... А там точно уже вскрыто, что это именно УСИН, да? Они же отрицали долгое время. Нет, ну, есть полностью и видеофиксации, и отбор проб полностью, материала, что именно... Раньше вообще у них труба лежала просто и осуществлялся сброс. Это они в прошлые годы септик еще более-менее какой-то сделали. Все-таки вопрос вообще встает переноса действительно вот этих колоний, да, которые находятся непосредственно возле водных объектов. Что я считаю, у нас в Хангаласском районе такая же ситуация, в районе Бестяха, да, непосредственно сброс происходит с колонии водные объекты. Что здесь? То есть эти, так сказать, потенциально опасные объекты, да, все-таки они должны, на мое мнение, от этих водоемов все-таки убираться в более защищенные места. Росприроднадзор, прошу прощения, который, в отличие от своих коллекса Роспотребнадзора, все-таки это федеральная водная артерия, это река Лена, и именно вашей компетенцией была. Да, подпадает, да. Да, давайте мы объективную картину восстановим, что там произошло, и со слов, вот, как раз еще раз говорю, федерального... На сегодня, по данному факту, нашим управлением ведется административное расследование, есть две статьи, статья 8.13 и 8.42 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Расследование ведется, и мы отобрали пробы воды, у нас, получается, две протоки там, да, непосредственно возле колонии, там, как бы, Старица, да, расположены в двух метрах от территории колонии. И вторая протока, где вот обнаружена наледь, что в сети интернет, как бы, показано, это на где-то около 400 метров от колонии, через за островом, да, и в результате вот отбора проб и осмотра территорий нами, как бы, инспекторами был установлен факт перелива вот именно канализационного коллектора с территории колонии, и в результате переливается через почву на водоем. Пробу отобрали, на сегодня действительно есть превышение допустимых концентраций и в первой вот протоке возле колонии, и на второй протоке тоже есть там. Ну, пока утверждать, что на второй протоке попало с колонии преждевременно, но расследование результаты покажет. Если касаться санкций, статья 8.13, это размер штрафа, там предусматривает от 30 до 40 тысяч рублей на юридическое лицо, и от статья 8.42 от 300 до 400 тысяч рублей. От 200 до 400 тысяч рублей на юридическое лицо. То есть 400 тысяч это максимальный предел? Это максимальная сумма, да. Максимальный предел того, что... Ну, здесь еще надо добавить, что помимо этого еще будет рассчитан вред, нанесенный водному объекту. Это уже в гражданском порядке. Он будет в претензионном порядке сначала, а потом, если он не откажется, то в судебном порядке. Будет взыскываться. Любовь Даниловна, ну, вы были одним из тех, кто непосредственно забил тревогу, вынес на общественное обсуждение данный вопрос. Человек в природоохране очень давно известный и работающий. Давайте вот ваша точка зрения на случившееся. Ну, проблема, она была уже давношняя. Это, на мой вот так вот, прикидку, если сказать, вот, как было 40 лет тому назад, так и есть. То есть ничего не изменилось. Просто вот контингент людей, которые находились в этой колонии, уменьшилось в три раза. Раньше, вот 40 лет тому назад, прямым путем от септика шло рекулену. Ну, а теперь каким-то образом они составили договор компании, которые вывозят стоки, якобы. Ну, вот, как вот сказали мои коллеги, часть, значит, стока ведет прямым путем первую протоку. А во второй протоке, где мы были, составляли, значит, так, отбирали пробы, а там трудно вот как бы доказать, что это колония. Но если даже колония составила договор фирмой, которая вывозит стоки, а та фирма, которая вывозит стоки, она сливалась всю зиму там, на этой протоке, то это однозначно, там же мы анализ убрали, пробы сделали, пробы показывают, что это хосферикальные стоки. То есть, схемы очень простые люди, они загружаются на колонии, отъезжают полтора километра и вываливают прямо там. Да. Но дело в том, что за руку как бы не поймали, вот так вот. И они вот отрицать, конечно, будут. Но тем не менее, вот как сказали коллеги, вот работа идет в этом направлении. Но мне бы хотел еще обратить внимание на то, что на территории колонии находится скважина, которая качает техническую воду с высоким содержанием фтора, и который вот, который идет на госпитевые нужды поселка Табага. И я считаю, что это вопиющий факт. То есть, это было еще лет 50 назад, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ну, время-то идет, жизнь-то развивается. Можно было бурить и в долине реки Лена, найти более качественные воды для водоснабжения поселка Табага. Это на сегодняшний день, это не очень дорого, в общем-то, в принципе, да. Вот в Конголасах был такой, значит, начальник Конголасского угольного разреза, буряк. Он бурил в долине реки Лена, нашел очень хорошие межмерзлотные воды, далеки. И там очень хорошая вода. Почему нельзя в Табаге вот это сделать, сделать цикл и обеспечить людей нормальной, чистой водой, а не такой вот технической водой поить поселок. И проблемы Табаги вот не только вот, вот как я сказала, и водоснабжение, и канализация. Они, в общем-то, за эти годы настолько обострились, это просто надо решать. И должны решать муниципальное образование самой Табаги, Хатаска, откуда вот тоже вода идет, пойдет скоро в это вот с таянием снега и воды. И мерея города Якутска. Дело в том, что возить оттуда фекальными машинами на сливную станцию, вот как сейчас это определено, это очень большое плечо, конечно, но тем не менее должны возить туда те предприятия, которые составляют только вас. И они не должны сливаться, где попало. Там где-то протоки, где-то вот по кросс-контракте, где-то по дороге открыли краны, сливались. Это надо контролировать, и контролировать надо самому муниципальному образованию. Это здоровье людей, это здоровье жителей, которые своим голосованием выбрали главу поселка Табага. Но если муниципальное образование, глава не могут решить этот вопрос, надо, значит, кардинальным образом решить. И занимаем мы должность этих людей. Хорошо, давайте сразу после рекламы вернемся сразу к данному вопросу. Табага 50 лет потребляет не очень хорошую воду. Мы остановились на том, что Любовь Даниловна, старейший эколог республики, напрямую говорит, если руководители муниципалитетов не справляются с тем, чтобы обеспечивать граждан качественной питьевой водой, то они должны пересмотреть свое отношение к занимаемой позиции. Да, потому что проблема старая. Я никоим образом не хочу обвинять мэрии города Якутска, которые вот как бы недавно выбранные вот это вот глава. Но они должны обратить внимание на этот вопрос. И после нашего выступления он выезжал на эту территорию зам мэра Федоров и сказал, что будет принимать меры по ликвидации вот этого явления. Но на сегодняшний день оно никаким образом не убрано. Ну, значит, если он сказал, он должен выполнить свое обещание как бы, да. Но с другой стороны, вот как сказали и в Табаге, и в Максогалохе, вот это вот Уфсин в ряде очень многих лет загрязняет реку Лену. Ну, если он не может как-то принимать какие-то меры, значит, республика должна перед руководством Уфсинов ставить вопрос о том, как бы привести их в порядок или не могут привести, ну, тогда закрывайте. Вопрос таким образом должен стоять. Ну, в течение 50 лет это же... То есть положить на чашу весов, скажем так, интересы проживающего населения и тех задач, которые выполняет учреждение Уфсин. Да. Что ценнее? Ну, здоровье людей, конечно, ценнее. И вот тут руководство республики тоже должно обратить внимание. И потом я хочу сказать, значит, насчет реки Лены. Было время, когда было Ленское бассейнное управление охранной вод. И это управление контролировало реку Лену очень хорошо, и его, в общем-то, держали этот вопрос всегда на контроле. Но в связи с тем, что река стала федеральная в последние годы, и рекой занимается Роспироднадзор и еще другие контролирующие органы. У семи нянек река осталась без хозяина. То есть, работая в Ленских столбах, я начала навигацию где-то в конце мая месяца, кончала навигацию, значит, где-то в октябре месяце. И ни разу я не видела госинспекторов Роспироднадзора, которые контролировали реку Лену в районе Хангалайского улуса, в районе Абаги или там Хатас. Ни разу. Это говорит о том, что вообще вот как-то вот река осталась бесхозной. И поэтому, значит, наверняка Илтумену надо пересмотреть, наверное, вопрос о том, чтобы федеральная река контролировалась местными контролирующими органами Министерством охраны природы, комитетом. Вот тоже он контроль ведет, конечно, но тем не менее. И в этом плане, значит, экологическая прокуратура природоохранная тоже как-то встала в сторону в этом деле. Мы написали письма Мерию, принимаемых мерах, вот Ассоциация экологов, Табагинский, вот, значит, муниципальное образование, муниципальное образование Хатасы. И только Хатасы ответили. Они ответили, что в курсе этого дела. И письмо они направили в природоохранную прокуратуру, чтобы для принятия мер. И все. И больше никаких делодвижений по этому вопросу не было. Ни со стороны Мерия, ни со стороны Табагинского муниципального образования. Но могут сказать, что контролирующие органы, в общем-то, не принимают меры. Принимают. То есть составляют протоколы, составляют, значит, предписания, ущерб считают, вот как коллеги сказали, анализы делают. Но они же строят очистные сооружения. Строить какие-то объекты не могут. Они могут вот только вот таким образом влиять на процесс. А вот ставить вопрос об строительстве местных очистных сооружений, ставить вопрос о водоснабжении этих населенных пунктов. Обязательно должны муниципальные образования самих вот этих поселков. И Мерия города Якутска. То есть должна быть тут конкретная стратегия, конкретное направление этой работы. Мы в конце 2018 года рассматривали вопрос об охране природы долины Туймады. И, значит, были приглашены представители Мерии города Якутска. Это общественный экологический совет рассматривал этот вопрос. И там увидели, что у службы, называется охрана природы, охрана окружающей среды города Якутска, вот как-то вот так вот территории, нет стратегии, нет четкого понимания вот этой проблемы. То есть вот жить на реке, реке Лены и не иметь нормальной питьевой воды и не иметь, значит, каких-то вот сооружений, которые бы очищали воду и хотя бы условно сбрасывали в воду, вот очищенную воду водоемы, я не говорю обязательно в реку Лена, да, это вообще как-то вот это нереально и очень как бы вызывает много вопросов организационных и прочих, да. И в очень плохом состоянии находится свалка жидких откодов свинокомплекса, это на Покровском тракте. И там есть очень слабая обваловка, которая делает проран, и все вот это вот нечистоты идут реку Шестаковка, и из Шестаковки прямо идут реку Лена. Это в ряде многих лет. И при том поля вот эти вот, они так и назывались, поля компостирования, отходов, жидких отходов свинокомплекса. Они были построены лет 40 тому назад. Они не были рассчитаны для жидких отходов поселка Табага. Там никаким образом они не должны сливаться. И поэтому вот организация свалки жидких отходов села Табага с условной очисткой, потом конечной очисткой, сбрасыванием какие-то вот водоемы, вот это вот вопрос очень такой актуальный, и надо решать этот вопрос. Я напомню, что Любовь Даниловна, она говорит о тех поселениях, которые, ну, не непосредственно о городе Якутске, который вовремя, скажем так, подстраховался новейшими очистными сооружениями, которые справятся с, ну, с любой бедой. Масштаб, скажем так, того бедствия, который описан, он, ну, скажем так, ну, не то чтобы детская игрушка, но все равно серьезные испытания. Но, тем не менее, новые очистные сооружения справятся. Речь немножко о другом, о том, что, как еще раз говорю, старейший представитель экологического движения говорит, в течение последних полувека вот эта вот картина идет системно. Системно, да. Системно. То есть не только Табага, но и, скажем так, весь водный пояс города Якутска, столицы нашей республики, он находится в удручающем состоянии. Кристина Егорова, которая тоже является общественником, тоже подтвердит, что не только Табага, еще и Тулагина, еще и Жатай. Много точно. Давайте немножко расскажите, потом мы перейдем в сторону наших коллег. Ну, наши, да, союзы экологов, независимых экологов тоже ездили. И вот в середине марта, 10 километров от стороны Жатая, на реке Лена, по заявлению одного рыбака, они поехали и увидели черную воду. И там очень много было, сетью было выловлено из реки, очень много бытовых принадлежностей гигиенических и так далее. И прямо вода была очень грязная. И они тоже анализы взяли, с Сеткопом ездили, но они акт не признали, ввиду того, что это река федеральная, и направили Росприроднадзор. Ну, сейчас уже Росприроднадзор проверяет, конечно. Но, как говорили вчера, вот я была тоже в общественной палате, тоже эта проблема обсуждалась вчера с гражданским комитетом, по очистным сооружениям и так далее. Ну, вот говорили, что в Жатая есть механизированная очистная станция, но она не работает, потому что все сливается в реку. Поэтому надо уже сейчас проверять все действующие с советских времен очистные конвенционные станции, надо проводить мониторинг и тоже вот какие-то программы делать. У нас, как мы узнали, что есть программа «Чистая вода», и туда тоже надо эти поселки, которые проблемные, ну, ставить вопрос, чтобы там устанавливали конвенционно-чистные станции, Табага, Хатасы, Жатай, ну, в Вилюйских группах тоже. Тоже необходимо. И вот дело в том, что не только Уфсинь сливает в Табагинскую протоку, мы ездили тоже 5 апреля, и мы увидели, что после Уфсина есть дорога, которая ведет протоку, она уже проезжает, ну, там очень много машин сливают, и там... Да, конвенционные тоже, да, не только Уфсинь, но и жители поселка и близлежащих поселков, откуда они ездят, вот, надо тоже это проследить, и необходимо какие-то запрещающие знаки поставить. Вести надо в Министерство экологии и совместно с администрацией поселка какие-то профилактические мероприятия, чтобы люди туда не сливали. И необходимо там ставить такие предупредительные знаки, статья вот 8.42, да, штраф такой-то, 300-200 тысяч рублей, вот, чтобы люди знали. И, может быть, даже вот мы ездили тоже в Покровский тракт, 32-й километр, тоже в лесу, они нестанкционированы, тоже все сливают, также сливают вот в Хатасы, как вот вы сказали, да, заброшенный полигон. Там нету никаких бетонированных устройств, то есть, если даже опять же вода будет или что-то, тогда вообще эта грязь, все, ну, загрязнение будет большое. Тоже там надо запретить какие-то шлагбаумы ставить, инспекторов каждую неделю отправлять, и Министерство экологии, и ЕДКОП, и Росперед, но совместно какой-то график сделать, а не только вот указывать на одного человека. Ведь все же должны соблюдать экологию, все свои работы должны работать как-то сообща, и я думаю, что этот вопрос надо решать, потому что уже сколько можно уже ждать и сидеть, ну, просто наблюдать и штрафовать. Они штрафы не понимают, надо же какие-то другие методы делать. Или УФСИ, например, переставить другое место, хотя у них такого вопроса было, но сказали, денег нету. Тогда надо ставить вопрос, чтобы какие-то программы сделали, федеральные сообща сделали, конституционно-очистные станции, и проверяли эти какие-то организации, куда сливают, есть ли договора. Вот это тоже проводить надо. Ну, на самом деле я согласен, да, но еще раз говорю, аналогия очень простая. Вот когда ввели достаточно жесткие штрафы в отношении непристегнутого ремня, через полгода все стали пристегиваться. Нет ли механизмов таких, которые вот, ну, нарушители же взымаются какие-то штрафы, Кирилл Евгеньевич, но вот от этих штрафов, я извиняюсь, выплачивать какую-то процентовку тем бдительным гражданам, которые сообщают нам? Сейчас, вот скажем, по городу Якутску, да, у нас проводится в среднем в год порядка, ну, почти полторы тысячи проверок комитета, и накладывается административных штрафов, ну, около 4,5-5 миллионов рублей. Все эти деньги оседают в бюджете города Якутска, то есть консолидированный бюджет, и уже непосредственно городские власти принимают решения, да, разрабатывая программы, куда вложить данные средства. И такая ситуация, плюс получают денежные средства за негативное воздействие на окружающую среду, значит, там тоже порядка, не будут, около двухсот, наверное, миллионов, да. Кирилл Евгеньевич, давайте мы прервемся, и сразу после рекламы вернемся, опять же, к механизмам, поощрения, скажем так, общественников, которые, ну, должны быть задействованы. Реклама. Мы продолжаем разговор, еще раз затрагиваем не только разлив фекалий в районе Табаги, но еще и, скажем так, состояние вообще в целом водных ресурсов в районе столицы нашей республики. Это же пригороды, это та самая питьевая вода, которую многие из нас потребляют. И мы остановились на том, что Кирилл Евгеньевич Алчин, руководитель Якутского комитета экологической защиты, как... Надзора. Экологического надзора, да, сообщил, что порядка пяти миллионов ежегодно только штрафных санкций консолидируется в местный бюджет. И, наверное, я так подозреваю, что дело, опять же, муниципалитетов налаживать какую-то работу общественников, которые, ну, как вы говорите, по проекту Евгения Медведева должны быть поощрены. Да, ну, я считаю, что действительно, те люди, которые выявляют данные факты, и было бы очень хорошо определенную часть денег пускать на их поощрение в данном вопросе, да? от взысканных сумм ущербов. И, нет, тут же дело... Ну, давайте, мы живем в состоянии мусорной реформы еще, да? Очень много несанкционированных, скажем так, помоек, не только водоемов касающихся, вообще выбор за мусором и так далее. Может какую-то муниципальную экологическую полицию устраивать, которую... Раньше была экологическая полиция, говорят, но ее устранили. Надо, может быть, ввести такое, да? Ну, привели, наверное, соответствие просто с требованиями, но еще раз говорю, без бдительности сознания граждан, которые вовремя сигнализируют и так далее, никогда вам вот этих фекальщиков за руку не поймать. У вас просто рук не хватит. Ну, нужно отметить, что в последнее время, да, граждане очень активны. В связи с развитием компьютерных технологий, да, средств WhatsApp и так далее. То есть это попадает очень быстро к нам. И уже непосредственно имеется вся, ну, как бы сказать, часть доказательной базы о правонарушениях. Таких людей мы непосредственно сразу привлекаем к административной ответственности. И такие случаи у нас и по табаге есть, да, особенно вот по, значит, на горе, которые происходят сливы от сознательных граждан, такая информация к нам поступает. Потому что нельзя привязать инспектора к определенному месту, да, и чтобы он там жил и находился. Помимо этого у него очень много другой работы. Те рейды, которые осуществляются на территории табаги, ну, это, скажем, один раз в неделю, да, если они выехали, поймали одного человека. Те же нарушители имеют также средства ватсап, свои группы, в которых информация быстро распространяется, и поэтому эффект вот... Внезапности теряется, да. Да, одному нарушителя поймал, и как бы проблема в этом есть. А я вижу, что надо привлекать операторов-беспилотников, да, которые регулярно, скажем так. Ну, почему нет? Эти вопросы рассматриваются, но они рассматриваются на данный момент для отслеживания пожаров, выявления вот в труднодоступных местах, да, определенных. Ну, не будет же постоянно беспилотник летать над табагой и смотреть, да, это же тоже финансовые средства и так далее. Тут можно видеокамеру установить фиксирующие какие-то, можно же ночным видением. Не только ограничиваться усилением надзора там, да, но тут еще надо создавать условия, те же вот очистные сооружения, те же нормальные полигоны для размещения твердокоммунальных отходов. То есть сначала надо создать условия, потом уже, да, усилить надзор, там, контролировать, требовать. Потому что мы осуществляем надзор полностью по федеральным объектам надзора, по водным объектам, да, но утверждать, что Роспортнадзор не осуществляет, как бы, функции свои, тоже это неправильно. Потому что водные объекты изначально, они федеральной собственности. Просто они с 2006 года разделились на объекты оригинального водного надзора и федерального надзора. То есть, ну, к примеру, вот река Лена, Вилюя, это федеральный надзор. Алдан, Амга, вот такие тоже крупные реки, они являются объектами оригинального водного надзора, то есть Министерства экологии. Если брать реку Лену непосредственно, мы в свое время добились тоже строительства очистных сооружений в городе Ленске. Вот это, она принадлежа компанию «Алроса». Мы там тоже предъявили ущерб. Они и добились, чтобы они построили очистные сооружения. Я думаю, что Уфсину надо привести пример «Алроса», который... То, что взять колонии, то, что в Верхнем Вестяхе находится, Хангласского района, ИК-3, да, вернее, и Табаге, ИК-3, мы тоже этим вопросами уже давно занимаемся. Роспортнодзор, как вы знаете, образовался в 2004 году, с передачей полномочий, да. И по ИК-7 мы в свое время заставили, чтобы они закупили автомашины, фекальные две штуки не закупили. Вот вынесли канализационный коллектор, вернее, септика за территорию колонии. Увезли этих больных, турбуклезных больных, из этой седьмой колонии. То есть изначально там было, содержалось 1300 человек, заключенных. В том числе эти больные, да. На сегодня там находится 400 заключенных. То есть, тем не менее, все равно колония не справляется. Проблема, конечно, из года в год она идет. Мы их регулярно проверяем, привлекаем к административной ответственности, взыскаем вред. Это в мерах нашей компетенции, да. То есть мы весь комплекс мер реагирования принимаем. Но тем не менее, вопрос остается. Мы эти вопросы ставили перед руководством колонии, чтобы вообще за пределы охранной зоны. Почему вопрос возникает по этим колониям? Потому что они находятся в непосредственной близости водных объектов. Есть много объектов, которые расположены за пределами охранной зоны. У них тоже происходят эти переливы септиков. И потому что там водных объектов нет рядом. Поэтому вопросов особо не возникает. Как только попадает... Да. Колония 7, колония 3, они находятся на протоке реки Лена. Колония 3 находится непосредственно возле реки Лена. То есть поэтому... Поэтому стоит тут. Да. Виталий, наверное, надо сказать, потому что в прошлый раз, когда мы рассматривали вопрос, вот с Ачировым и так далее, когда он бегал за вот этими фекальчиками, да, ездил, вернее, представитель водоканала, Сергей Генжуаш, представитель, получается, ну, не то чтобы заявлял, а они говорили о том, что есть готовность развернуть сливную точку в районе Покровского тракта. Да, такие предложения как бы есть. Ну, нужно понимать, что вопрос, конечно же... Не, а мощности-то есть? Мощности есть тоже, да. Вопрос, конечно же, стоит не первый год, давно ставился. Администрация города Якутска тоже в курсе этого вопроса, давно уже. Если, например, поднять, посмотреть стратегические документы, например, программу комплексного развития, там объект Плата Баги уже сидит, Коста Бага. Схема водоотведения проекта, такой объект тоже там сидит. Даже, по моей памяти, где-то в 2012 году делали проект на Коста Бага, да. Ну, конечно же, он уже потерял свою актуальность в связи с тем, что прошло много времени. Ну, в связи с этим, как бы, водоканал тоже рассматривает этот проект. Мы предложили реализовать городу Якутску данный проект на условиях консервного соглашения. То есть мы готовы вложиться в этот объект, построить КОС мощностью 800 кубических метров в сутки с перспективой до 1000, да, сетями централизованной канализации. Почему нужно делать этот проект? Ну, во-первых, понятно, что там у нас решаются вопросы по экологии. То есть безопасность, сохранение, улучшение экологической обстановки. Это раз, да. Тем более в рамках указов главы республики Саха-Якутия, стратегии республики Саха-Якутия, ну, и, конечно же, нашего документа стратегии водоканала, где, кстати, у нас тоже очень много проектов, в принципе, рассматривается по республике, по строительству именно канализационно-очистных станций, да. Второй момент. Решается вопрос благоустройства жилищного фонда непосредственно самой Табаги. Потому что, как мы знаем, там септики идут разливы, но они не новые, скажем так, да. Поэтому, конечно же, если мы предложим решение ухода септиков путем утилизации жидких бытовых отходов посредством внедрения централизованной канализации, я думаю, это будет приветствоваться. Это два. Третий момент. Вопрос в тарифах. То есть, вмешивается экономика, да. Ну, я думаю, что после возврата инвестиций, соответственно, тариф там упадет в разы. Где-то примерно раза в три-четыре мы просчитывали, да. Ну, соответственно, то есть, население, республика получит какую-то выгоду в виде того, что, как вы знаете, выплачиваются субсидии АКК. Вот, например, субсидия на льготное регулирование тарифов по двум населенным пунктам, да, это Табага и Хатаса, примерно где-то 100 миллионов рублей в год. Госбюджет просто так отдает. Соответственно, мы понимаем, вот если сравнить тарифы жилком сервиса, с 1 июля этого года будет 664 рубля, то, соответственно, население, льготный тариф, то есть, для населения установлен 31 рубль. И вот эту вот разницу оплачивает, соответственно, бюджет. По Хатасам картину в два раза, то есть, тариф там у них 331 рубль. Вот. Ну, и еще один момент, конечно же, правильно, как коллеги говорят, но просто осенизаторам тоже как бы уже смысла нет, плечо сократится, как бы, да, то есть, можно будет подъезжать и сливаться прямо на этой станции. Чисто такая макроэкономика их осенизационная, она очень приятна. Расстояние, чтобы были близкие, да? Расстояние будет близкое, конечно же, то есть, это не надо ехать на сливную станцию, да, сливаться там за 30 километров, поэтому, конечно же, это будет очень удобно. Если немножко оторваться от табаги, ситуация вот с Мерзлоткой, когда же жители чуть ли не своими силами заваривали вкусные отверстия коллектора и так далее. По этому проблеме у меня вот соглашаюсь о предложении коллеги по Росприроднадзора, помимо нормативных, нормативно регулированных, надо было бы вот эту деятельность перевозка канализационных стоков надо было бы лицензировать, чтобы жестче контролировать перевозчиков, особенно частников. И сегодня физическое лицо приобретает эту машину и закачался, с объекта и сливает, где ему понравилось. И в черте города, в черте города вообще запрещено сливаться ассоциационным машинам. А они вскрывают наши колоссы и сливаются. Надо было бы вот эту деятельность хотя бы на территории муниципального образования лицензирование вести, чтобы пожежеще контролировать. и если при нарушении перевозчика вот допустим табагу протоку слил, номер машины кто-то там сфотографировал, этого деятеля надо лишить права перевозки. Не только штрафовать там 2-3 тысячи, а надо отбирать машину или вообще его эту машину закрыть. Тогда дисциплинированность появится среди перевозчиков и не будут где попало сливать эти стоки. Помимо организационных вопросов то, что говорят давайте мы создадим вот в этом в русле водоканал мы очистим сооружение намерены построить, но они отпадают перевозчиков все равно будут значит хатаса перевозить со старой табагой перевозить могут перевозить ну и в черте города поэтому вопрос я считаю актуальный что среди перевозчиков надо наводить порядок. Я бы добавил даже можно в части вот сливов например в городе Якутске но мы тоже в отношении этого работаем коллега совершенно правильно говорит надо бы даже было бы добавить рассмотреть вопрос установки например системы ГЛОНАСС чтобы отслеживать вообще трекинг этих машин на Тарас во вторых ну как бы водоканал как вы знаете с 1 июля у нас прием автомашин осенизаторов на сливной станции будет бесплатный осуществляться на безвозмездной основе Тарас это очень важный момент давайте мы опять же не вовремя очень реклама сразу после рекламы вернемся к вашим предложениям и рассмотрим еще позицию осенизаторов тоже они же тоже люди и экономика тоже имеют реклама прямо сейчас мы продолжаем продолжаем уже в который раз обсуждение дурно пахнущего вопроса непосредственно коснулись тех предложений водоканала которые касаются устройства канализационно-очистных сооружений в районе Покровского тракта и тут очень очень кстати мы прервали Виталия Руфова заместителя генерального директора на тех предложениях которые он вносит по части упорядочения вот этого но прежде я бы хотел напомнить позицию еще одного нашего героя был у нас в прошлый раз представитель вот как раз предприниматель который по белому абсолютно платит вот за по тем тарифам водоканала который он говорит ну у меня остается там вообще ничего не остается я работаю в минус поскольку ну ехать если я на Покровском тракте где-нибудь на 16-м километре хотя бы даже если залился и ехать на ГРЭС это единственная точка пока существующая официальная где можно производить слив да слив канализации ну этих тоже нужно понять я еще раз говорю установка же есть такая что предприниматели которые ну в части вот этого предложения по лицензированию ради бога будь добрый если ты предприниматель то должен рассчитать все и тарифы и плечо и все на свете и так далее можно даже выходить с предложением определенным по улучшению ситуации это же тоже не возбраняется а это предприниматель же не означает о давайте я буду только зарабатывать если они видят какое-то лучшее положение дел как они могут устроить ради бога с предложением почему бы не обратиться во все структуры Виталий давайте продолжим по тем вашим предложениям которые как я озвучил уже ранее про сливную станцию у нас значит с 1 июля все будет на безвозмездной основе нам нужно наверное скорее всего это будет большой поток машин если сейчас например мы уже поток машин постепенно увеличивается мы в день принимаем порядка 350 машин это где-то 3200 кубов 3200 кубов в сутки то соответственно конечно же мы же мы ожидаем увеличение этого потока соответственно мы должны будем провести работы по регулированию деятельности этой станции и соответственно как вы говорили оптимизировать потоки из юга и с севера если в юге на юге на юге города Якутска мы работаем по косу Жатай по косу Табага то на севере мы готовы также на условиях консенсационного соглашения зайти на строительство коса Жатай но здесь у нас мы продвинулись больше в этом направлении по косу Жатай потому что в настоящий момент хоть есть проектно-смертная документация администрация будет переделывать мы уже есть понимание то есть есть договоренность мы уже приступили к подготовке самого консенсационного соглашения есть поручение министерства ЖКХ энергетики по данному вопросу соответственно мы уже готовы будем я так думаю к третьему кварталу этого года заявиться на софинансирование функции действия реформирования ЖКХ дело в том что формат сделки какой будет 60% готовы федеральный фонд профинансировать 21% это инвестор то есть водоканал и 19% обязаны будут профинансировать муниципалитет или республика вот такой формат работает то есть сливная точка сжатая это фактически проектируется нет ну можно сказать на 50% уже достигнуты определенные площадка уже заготовлены но консенсационное соглашение это надеюсь очень что в третьем квартале оно будет подписано потом уже будем заявляться фонд и соответственно они принимают решение по софинансированию очень жаль конечно что руководитель администрации села Табага Виктория Павловичкина не смогла как раз на 9.30 сегодня вот объявили КЧС заседание да и многие представители возможно и распотребл надзор тоже по этой же причине но тем не менее жаль конечно что нет с нами наши коллег но тем не менее в принципе вот продуктивность может зависеть от хозяйствующих субъектов от надзорных органов да от не знаю от общественников но давайте поскольку еще раз говорю один из нас вот я еду я вижу как ассоциационная машина сворачивает не туда допустим да каковы мои действия куда звонить если мы в случае там обнаружения вихряющей машины видим и набираем 127 это фактически каждый водитель знает а куда звонить ну на данный момент вы можете непосредственно произвести видеофотосъемку если есть действительно нарушение да чтобы там был указан действительно не просто машина сливается хотя бы должен быть номер автомашины да и указать какое время отправить либо нам на электронную почту либо позвонить по телефону 436621 наш прямой номер да ну и также информацию сейчас в режиме реального времени отслеживается вся информация которая поступает по ватсап мессенджерам да в правительстве специально создан отдел который непосредственно перенаправляет эту информацию даже непосредственно в те органы надзорные в чьи компетенции данные административные правонарушения по которому оперативно принимаются меры и докладывается еще Кирилл Ильич еще раз давайте повторим номер 436621 это наш прямой номер 436621 436621 это это наш прямой номер на который вы можете позвонить и значит свою проблему да жалобу подать да непосредственно можете обратиться к нам в комитет на 202 микрорайон корпус 18 дробь 2 прийти написать заявление по тем вопросам значит либо на нашу электронную почту вы отпишите мне электронную почту после записи мы наложим титр чтобы максимальное количество жителей могло быть вооружено теми знаниями еще раз говорю вот пример со 120 теми это очень хороший пример и товарищи общественники еще раз в эти дни бурлят вот буквально как вчера Кристина сказала общественной палате шло обсуждение там тоже участвовала что там порешали ну там сказали что там же ОНФ да да ОНФ тоже общественный гражданский комитет Россия в республике Саха открыли они тоже были и общественники были также были Ростехнадзор Ростперроднадзор УФСИН представителей их было трое человек и следственный комитет тоже был они все мы обсуждали но сказали что УФСИН они кондиционную частную станцию в программе у них есть но только в Мархе где ЛИО 5 потому что там туберкулезных больных очень много поэтому приоритет поставили там и уже в будущем году в 20-м году они уже будут строить кондиционную частную станцию в Мархе у себя еще еще они сказали что будут учитывать эти предложения и поставить вопрос перед Москвой федеральным УФСИН чтобы они тоже в Табаге установили кондиционную частную станцию они готовы у себя поставить но только в том объеме который у них заключенные проживают для себя чтобы они себя в этом объеме то есть интересы жильцов в Табаге и так далее это они не смогут у них мало финансовых средств сказали только на то что можно денег ни у кого нет денег даже нет у водоканала если бы например мы быстро построили КОС то им было бы выгоднее дешевле подключиться к нашему КОСу да можно кстати совместно какое-то соглашение сделать чтобы просто труба прошла канализационная частная станция канализация и чтобы они оплачивали тоже какое-то строительство может быть даже софинансирование может они сделают чтобы по своему объему кстати говоря можно так же сделать и вот у меня еще вот сейчас предложение по поводу как решить ситуацию на данный момент можно я считаю может быть соглашение сделать с ГИБДД чтобы совместно график устроить да например СМИ на экологию Ядкоп Роспироднадзор с ними совместно по графику поставить чтобы не каждый же день могут выезжать и общественные организации мы тоже готовы с ними сотрудничать по выходным и останавливать например эти фекальные машины АСМ и проверять их у них договор номер договора и чтобы там была вот печать сливной станции водоканала если нету то уже список поставить как ну вот в черный список поставить и смотреть и так далее Кристина Минтранс вообще активно участников используют в плане отслеживания определенных нарушений камеры на треногах и так далее они уже они давным-давно реальность и я думаю что еще раз говорю у нас есть и жидкие мы говорим сегодня о фекалиях мы говорим жидкие отходы и есть же еще твердые коммунальные отходы почему нельзя объединить вот эти направления в одно целое и еще раз говорю та мысль о создании экологической полиции она весьма здравая потому что еще раз я очень часто вижу на деле как работают инспекторы ваши инспекторы Кирилл Евгеньевич и в принципе я осознаю что их просто не хватает машин не хватает их не только не хватает потому что все таки с частным сектором где происходит и сбросы и стоки все таки это ихняя собственность их имущество и непосредственно только сотрудники полиции имеют право туда попасть и так далее те же документы у них да истребуют зачастую остановить автотранспорт ну поэтому конечно совместно такое можно в последнее время конечно они выезжают но у них один участковый что он может у него помимо своей работы полно а еще мы тут поэтому они вот урывками там на час на два как-то вот так а более планомерной конечно работы не получается все таки отдельно подразделение структура те люди которые занимались как раньше было экологическая милиция которая работала с нами выезжала в рейды и так далее все таки это было бы большим подспорьем ну это это и логично еще раз говорю на практике до участкового извиняюсь дозвониться бывает как бы нету да и нужно я считаю единый какой-то экологический норм по экологическим правонарушениям какой-то один номер круглосуточный я думаю надо какой-то запоминающийся чтобы 1-2-3 1-2-8 может быть даже чтобы было какой-то сделать региональный какой-то номер по отходам по жидким отходам вот как раз я поддерживаю Николая Васильевича вопрос в том чтобы надо этот вид деятельности лицензировать у нас вид деятельности есть федеральный закон 99 об отдельных видах лицензируемых видов деятельности туда входят только твердые бытовые отходы да у них есть лицензии а они право имеют только те которые имеют лицензию надо туда включить тогда же было тоже чтобы все которые фекальные фекальные воды вывозят все частные они бы тоже имели лицензию и право на это тогда они будут уже соответственно все и договора соблюдать все это соблюдать, ну и станцию делать. Ясно. В общем, на самом деле, хорошее предложение создать по образу подобию 127, там, 125, к примеру, единый номер для того, чтобы оперативно докладывать о всех нарушениях, касающихся отходов. Будь то жидкие, будь то твердые, будь то строительный мусор, там, все что угодно. Потому что все на свете, еще раз, мы живем в эпоху, когда все зарегламентировано. Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, палка о двух концах. Еще раз, вопрос остается открытым, мы всегда готовы обсуждать эти вопросы, увидимся в следующих выпусках программы «Один из нас». Сегодня были очень дурно пахнущие вопросы. «Один из нас» Продолжение следует...